Приветствую всех, дорогие друзья! Меня зовут Марк Марцинковский. В этой короткой презентации я постараюсь донести коротко и ясно суть о том, как может зарабатывать инвестор в компании Global InterGold. Итак, начну с самого главного, что компания занимается золотом, производит собственное золото, и это основной ее фундамент. То есть у компании физический продукт, производство собственного продукта, вот такие слитки, которые видите на экране. И компания занимается этим уже довольно давно. То есть компания работает 8 лет. Это европейская компания, это целый холдинг огромный, мировой. И для реализации и продажи ценных бумаг создали специальную холдинговую структуру Geek Capital LTD, в состав которого входит как раз магазин Global InterGold по производству и продаже золотых слитков Probe 4.9. На данный период у компании есть офис в Лондоне. Это управляющий офис в Мексике, в Мехике, в Женеве, в Мюнхене. И в августе открытие нового офиса в городе Барселона, в Испании. Вот я в немецком офисе нахожусь, соответственно. И компания решила выпустить продажу ценных бумаг к цели привлечения новых инвестиций и расширения своего магазина, своей компании. Итак, компания создала, как я говорил, Geek Capital LTD, холдинговую структуру. И она приобретает все необходимые предприятия и активы. То есть ценные бумаги. Geek Capital LTD через эмиссионного агента проводит эмиссию ценных бумаг. Acuity Convertible Notes, которые будут конвертированы в акции компании согласно плану эмиссии. Проще говоря, после конвертации ценных бумаг они станут уже акциями, и мы сможем их продать, либо получать с них дивиденды. У каждой бумаги есть свой собственный номер ИСИН. Номер ИСИН – это гарант вашей безопасности. Вы можете пробить его на исин.org. Это чтобы вы понимали надежность, что эта деятельность регулируется государственными финансовыми надзорными органами. Просто так выпустить ценные бумаги невозможно. Ценные бумаги уже имеют свой собственный номер ИСИН. Это уникальный код, который присваивается финансовым инструментам с целью стандартизировать и классифицировать различные цены и бумаги во всем мире. Для получения номера ИСИН требуется утверждение проекта эмиссии уполномоченным государственным органам и по надзору за ценными бумагами. Хранятся они будут в депозитарии, уже хранятся. Это профессиональный участник финансового рынка, главное назначение которого заключается в том, чтобы осуществлять хранение, вести учет перехода прав в собственности ценных бумаг при заключении сделок. И проект эмиссии – это официальный документ, выпущенный компанией, одобренный соответствующим органам. Согласно закону Российской Федерации, инвестировать можно в ценные бумаги, в землю, недвижимость, предприятие, как имущественные комплексы, банковские счета и вклады. Мы подходим под самый первый пункт – ценные бумаги. И почему это выгодно делать сегодня? Во-первых, это не биржевые спекуляции, не Форекс, это ярко выраженные перспективы. Перспективы владея ценными бумагами вы становитесь совладельцем быстро растущей европейской компании. Это надежность, это отличная прибыль, это высокие начисления 18% годовых, из которых 12% в ценных бумагах и 6% в бонусах. То есть, проще говоря, 18% годовых. То есть, 12% вы получаете еще раз в ценных бумагах, а 6% каждый год вы получаете бонусом. Дальше. У компании есть различные варианты инвестирования. Один самый минимальный – 450 евро, самый максимальный, не ограничен. Здесь написано 39, но можно и вручную докупать отдельно ценные бумаги на любую сумму. Самый большой инвестор у меня заходил на 44 тысячи евро. Это Electronic Communication Network, ECN, это вид ценной бумаги, конвертируемый займ. И давайте сразу скажу, что стоили они, когда только вышли в продажу, 10 евро за одну ценной бумагу. Сегодня они стоят уже, давайте сейчас посмотрим, сколько. То есть, буквально 5 месяцев прошло. И давайте посмотрим цену. Вот на сегодняшний день она стоит 24,42. Ну, практически уже 25 евро. То есть, соответственно, рост просто, ну, замечательный, если не сказать большего. Рост замечательный, рост космический у нас. И давайте мы сейчас поймем, почему он такой большой, почему идет такой активный рост. Да, кстати, сейчас, я секундочку. А, все, да. То есть, откуда идет такой рост? То есть, первое, это продажа золота. Компания продает золото. Компания производит собственное золото. У компании опыт огромный по продаже золотых слитков. Дальше это продажа ценных бумаг, собственно. И активы. Активы компании – это производство золота. То есть, компания производит собственное золото. Компания также подключает различные новые банки. Недавно, например, был подключен испанский банк Сантадер. Это один из крупнейших банков мира. Выходит в топ-20 банков мира. Также у компании банк-партнера – это Ишбанкоси, турецкий банк. Тоже он входит в топ-100 банков мира. То есть, это крупнейшие финансовые учреждения. Это партнеры. Ну, так, на заметку, да, будет ли какой-нибудь, простите, солидный мировой банк, да, с миллионными оборотами заключать договор с какой-то пирамидкой и так далее. Да, то есть, понятное дело, что только солидные проверенные организации. Это речь о надежности. Еще раз, потом, это сама маркетинговая программа Global Intergold, которая позволяет клиентам через бонусы приобретать наборы золотых слитков. И это уже добыча, которую планирует компания осуществлять. То есть, у компании глобальные цели. Тоже с целью привлечения инвестиций, да, компания ставит себе новые задачи на следующие, там, годы вперед. То есть, компания знает, куда идет, у компании есть свои цели. И, итак, как вы будете получать, соответственно, уже прибыль, да, то есть, сами дивиденды, да, то есть, после конвертации ценных бумаг в акции вы будете получать дивиденды, то есть, проценты, то есть, как бы, пассивный доход. Вот, давайте мы посмотрим несколько примеров, да, то есть, вот тут написано, что 15 евро, хотя мы стартовали, говорю, с 10, да. Здесь уже немножко так мы вперед забежали, но не суть. То есть, по нашим прогнозам, они будут стоить в районе 300 евро. Мы не можем ничего утверждать, мы можем только прогнозировать. Но, судя по динамике, по тому, как развивается компания, сколько открывается новых стран и приходит инвесторов, динамика будет только расти. Отсюда мы можем сделать такой наш, основанный на нашем собственном, субъективном мнении. Мы не знаем, сколько они будут стоить точно, но в районе 300. Мы рассмотрели, да, то есть, если они будут стоить 300, я сделал небольшую статистику и аналитику, да, есть небольшая коррекция, это нормально, они могут расти, немножко падать, расти, но сам факт, что рост будет идти постоянный. Итак, постоянно я имею в виду в тенденции по сравнению с первой инвестицией с момента старта. Итак, если к концу конвертации ценных бумаг в акции на вашем счете будет 3333 акции, а я сейчас покажу мой счет, что у меня 2463 на данный период, это немного, у меня инвестировано всего 20000 в общей сумме, то есть, мой прирост капитала составил уже 42, сейчас у меня уже в районе 5 миллионов рублей на данном этапе. И давайте мы сейчас посчитаем, да, то есть, сколько же вы в итоге заработаете, то есть, это миллион евро. Не пугайтесь таких денег, это вполне реальные деньги, в этом нет ничего сверхъестественного, да, это абсолютно нормально, да, с компанией, которая на данный период времени, ее оценочная стоимость составляет почти миллиард евро. Дальше я все это тоже покажу. Итак, то есть, сколько вы будете получать дивидендов с этого, да, то есть, при 10% в год, вы будете получать с этой суммы 8300 евро каждый месяц. Если же бумаги будут стоить 150, а не 300, ну, 4000, да, ну, и 75, 2075 евро в месяц. То есть, в принципе, вполне адекватные деньги и реальные. Давайте возьмем вариант более такой простой, реалистичный для обычного человека, который может инвестировать, ну, например, 1800 евро. Вот тут у меня даже старенький слайдик. Видите, бумаги растут, приходится постоянно их менять. То есть, сколько он получит ценных бумаг? Примерно уже поменьше, потому что бумаги выросли. Ну, соответственно, если они будут стоить 300 евро, то человек получает 27 тысяч евро. То есть, вложил 1800, и к 2020 году у нас срок конвертации ценных бумаг в акции, дорогие друзья, 2020 год. Давайте сейчас я еще открою слайд. Я про него сейчас, где он у меня был. Так, 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 так. Наверное, я его где-то пропустил. А, нет, вот. А, на данный период, прошу прощения. Значит, я его еще не показывал. Хорошо, сейчас тогда я его дальше покажу. Ну, проще говоря, да, то есть, к 2020 году мы получаем вот такую вот сумму. То есть, это инвестиция со средним сроком. Да, то есть, не каждый день там вам будет капать. Но об этом сейчас тоже расскажу, что вы получаете. Также, давайте вот мы начнем. Что основную сумму, основную, основной источник уже с конвертации вы получаете к 2020 году. Также есть такая тема, как кэшбэк. Что такое кэшбэк? Так, это начисление бонусов. То есть, в компании, естественно, есть партнерская программа. И когда вам вы инвестируете, покупаете цены и бумаги, вам компания начисляет вот такие вот токены. Ну, это как бонусы, как баллы. Грубо говоря, вы покупаете чего-то через там Сбербанк. По карте Сбербанка вам начисляют спасибо от Сбербанка. То есть, какие-то бонусы, баллы. И на них вы можете уже ими распоряжаться. Вот компания тоже на вашу инвестицию, на ценные бумаги, начисляет вам определенное количество токенов. И из-за комбинации этих токенов вы будете получать, соответственно, бонусы. Ну, давайте сейчас я покажу просто как маленький примерчик. То есть, почему вот этот кэшбэк? Потому что многие спрашивают, сразу они не понимают, как он работает. Ну, вот, допустим, вы проинвестировали 1800 евро. У вас появляется сразу же здесь 7 токенов в борде А, 7 токенов в борде Б, 7 токенов в борде С. Как это работает? Проще говоря, давайте визуально вот так начертим линию, чтобы мы понимали, что от главного токена есть вот синенькая веточка, есть зелененькая веточка. И вот пошли начисления этих токенов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, давайте так возьмем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, грубо говоря, семь токенов, шесть токенов, ой, прошу прощения. Раз, два, три, четыре. Вот у вас получается здесь три токена, да, и внизу тоже три токена. То есть, ну, комбинация, соответственно, 3-3 у вас сыграет, да. То есть, получаете бонус здесь. Получаете бонус в борде B и так далее. Если у вас, естественно, большое количество ценных бумаг, у вас большое количество токенов, и вы получаете хорошие бонусы уже со своей инвестицией. То есть, никого не приглашая, просто кэшбэк. Соответственно, как он устроен у нас? Сколько вы сможете получать по кэшбэку здесь? То есть, ну, проще говоря, допустим, возьмем 6 тысяч евро. Да, 6 тысяч евро инвестировали, 50% кэшбэка вам вернется. Но половину из них вы покупаете ценные бумаги 25%, 25% это реальные деньги. И вот здесь мне очень нравится, например, 100 тысяч евро, да. То есть, проинвестировали. Из них вы можете купить ценных бумаг примерно, ну, посмотрите, 35%. То есть, 35% реальных денег вы можете вывести. То есть, ну, это очень солидная сумма, согласитесь. То есть, ну, есть еще момент, что их нам нужно правильно расставить. Но это уже обучение в команде, это там ничего сверхсложного нет. То есть, действительно, первый бонус вы получаете еще раз с инвестицией, с вашего кэшбэка. Второй бонус вы получаете, вы получаете 12% годовых, как бы каждый месяц по 1% в ценных бумагах. Каждый год вы еще получаете 6% в виде золотых слитков, либо в виде денег. Это уже не имеет значения, потому что золото можно продать и забрать еще один бонус. То есть, вот такая вот доходность. То есть, грубо говоря, еще раз, давайте подведем итог. Вы инвестировали, получили хороший кэшбэк назад. То есть, да. Кстати, такого кэшбэка нет ни в одной компании, да. Чтобы вы пришли, вот, проинвестировали и там до половины своих средств можете через сутки забрать. Да, это очень, это очень классно. Второй момент. Вы получаете каждый год в течение двух лет, получается, 6% в бонус со вашей инвестиции. И третий бонус, это уже после конвертации ценных бумаг в акции. И от их стоимости на данный период будет зависеть уже стоимость ваших акций в целом. То есть, ну, вот, собственно говоря, такие перспективы. То есть, говорит, это очень выгодно, очень интересно. Бумаги растут просто, ну, очень, очень динамично. Еще раз покажу свой личный кабинет сейчас, во сколько раз они у меня выросли. За 5 месяцев они выросли, вот, видите, ребят, во сколько? То есть, на 42 тысячи евро. То есть, сейчас у меня прирост уже 63 тысячи евро. Вот, в общем, инвестируйте в ценные бумаги компании Global InterGold. Зарабатывайте вместе с нами. А с вами был Марк Марцинковский. Всего вам самого хорошего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok